друзья подписчики всех приветствую в общем сегодня решил записать вторую часть экспериментов с бельгийской вафельницы из которой выкладывал вам видео первый эксперимент в общем немного потому что мыслил мне кажется что проблема была в том что видимо вторая половина недостаточно разогрелась но это только моя догадка не могу говорить напрямую мне кажется что тесто она не успела затвердеть и прилипла к этой поверхности поэтому я ее понятно помыл вот особой какой-то сложности не было с мытьем но конечно если этим например каждый раз заниматься каждый раз и умы то это конечно меня не устраивает такая история поэтому через сделал я ее помыру да и сейчас я попробую все то же самое произвести только сделаем побольше температуру чтобы она была примерно по середине вот этого знака кук сейчас его закрываем нагреваем вот но так как температура будет больше наверное готовить их буду меньше не по не по три минуты как прошлый раз и наверное все таки по две с половиной но попробуем это второй эксперимент но так что масла наверно дофига это налево Давайте перейдем, чтобы лишнее масло сюда постекало. Чуть поменьше, чуть поменьше. Не, ну вообще понятно, что без опыта тут геморроя кажется много, но так, я думаю, если потом уже будет опыт, оно все проще будет происходить, но мне это главное, чтобы оно не прилипало, сейчас посмотрим. Может быть уже просто сама вафельница плохая, не знаю. Короче, вот сейчас у нас уже половина на этом датчике, и поэтому, ну тесто я уже заранее размешал, чтобы время не тратить. В прошлом видео, как изготавливать тесто, я вам показывал, поэтому сейчас мы уже не будем на этом останавливаться. так, давайте сразу вторую подогреем, чтобы не получилось опять той же самой истории. Так. Ну, может и опять то же самое получится, не знаю. Может быть моя догадка, не моё предположение ошибочное. Так, здесь вроде нормально. Ладно, давайте ещё чуть-чуть для надёжности. Так. Так. Может быть, наоборот, слишком много масла. Так, всё. Здесь готово, здесь готово. Не знаю. Да без разницы. Давайте погнали. Да, единственное, в этот раз я другую взял. Блин, увидите, комки. Лимонную, которую я тогда блины с нею жарил. И они не блины, а больше оладьи такие получались. И видите, здесь рецепт немного другой. Здесь вообще без воды. Там вода была. Здесь вообще без воды. Здесь яйца и ещё молоко. Так, давайте пока вот так. Время запускаю. Закрываю. У меня ещё говорили идею перевернуть. Да, видите, она, кстати, открывается сама. Может быть, с этим тоже связано. Ну, как раз скрывается, потому что тесто её распирает. Надо тут чем-то завязать. Зачем завязать, не знаю. Тут это веревочкой. Ручку завяжем. Это какая-то под руку попалась. У меня тут в ящике какие-то лежат. Вроде всё пока по плану идёт. Ну, давайте тогда чё, на паузу, что будем ждать 3 минуты. Так, друзья, запищала это, выключаю. Не знаю. Воняет, честно говоря, уже горелым. По-моему, пережарилось. Потому что температура выше бывает. И хоть я время уменьшил, но, наверное, было ещё меньше. Ну, чё, открываем, с Богом. Потому что и так уже гарью воняет. Не хочется ещё ждать. Так. Значит, вот это у нас та сторона, которая была нормальная. Ну, а вторая сторона так и не отлипает. Да. Похоже, всё прекрасно, что-то не в порядке. Может быть, поэтому от неё и избавились. Потому что, смотрите, если бы сейчас эта сторона так же... идеально отлипала, как и та. Но у меня вообще претензий бы не было. Здесь вы видите... Опять какая-то засада. Давайте вот эти боковые, которые получили. Отлипали. Отлипали. Ну, да. Но, видите, она даже тут почему-то... Не... Отлипает. Тут какой-то секрет. Может быть, её перегрели. И у неё уже... Прикипело к ней масло. Если оно прикипело, то... Понятно, делаете, вафли... Прилипают просто к самому этому маслу. Горелому. Сейчас разберёмся. Давайте попробуем хотя бы одну выколопать. О! Вроде бы пошла, друзья. Смотрите. Шикарно. Так. Одна есть. Вторая. Готово. То есть, видите, более сложно. Но всё-таки она отлипает. Некоторые в местах... Немного подпригарало. Ну, я, кстати, не знаю. Они должны быть такие твёрдые, хрустящие. Так вафли или... Нет. Вот. Всё, друзья. Секрет разгадан. Всё. Всё. Отлепилось. Просто обалдеть. Ну, это, конечно, совсем другое дело. Не то, что было в прошлый раз. Так, давайте вот эти куски уберём. Их можно отдельно потом доесть. Так. Это уже готово к следующему применению. Попробуйте его куда-то. Постоянно не мешало. Ну, там пусть хранится. У меня есть специальная подставка. Вот, с Amazon. Ну, вот. Я, по-моему, вам её показываю. Видите. Вот. Удобно сюда всякие сковородки, клаферницы, крышки встать. Она такая металлическая. Но ей уже много лет, может, не знаю, лет пять или больше. Хорошая вещь. Так. Ну, чё. Ладно, давайте. Надо Игорю пару штук дать. Так. Пару штук ему отложим. Давайте вот эти, без разницы. Положим ягоды. Но эти, как я вам сказал, это уже другая, лимонная. В прошлый раз была ореховая. Дети, конечно, это сплошная проблема. Их прокормишь. Очень много едят. Добавим ещё вот сироп. Тыквенный сироп со специями. Очень, кстати, хороший сироп. Ну, понятно, что в нём, наверное, много сахара, поэтому много сильно не будем лить. Вот так. Вот. Ну, если нет ягод, можно добавлять что угодно. Мандарины, гуавы, бананы. Короче, любые фрукты. Вот. Ну, у меня там ещё немного эта смесь осталась. Но я её не в сковородке просто блины пожарю. Некоторые ягоды уже такие подвядшие, но просто в холодильнике лежали. Но они пропавшие ещё. Кстати, в сезон цена на эти ягоды очень дешёвая. Ну, это маленькая пачка. Это ещё давно покупал. Не знаю, может, неделю назад. А сейчас вот был в магазине, но уже не покупал, потому что были уже ягоды. Сейчас цена вообще упала. Я видел по акции большую упаковку за 3 доллара. А так она типа 8 стоит в обычное время. Вот. Ну, наверное, из-за того, что сезонок слишком много, они цены сбавляют. А так вообще эти ягоды топ-топ, но они обычно, конечно, дорогие. поболтаем сироп. Ну, и произведём дегустацию. Ну, чё, друзья, с Богом. Какую сначала возьмём? Давайте коричневенькую. Она более зажаристая. Ммм. Слушайте. По-моему, суперская вещь. Они не знают, что люди говорят, что невкусно. Вы видите? Запах такой лимонный. То есть это не за вкусом лимона, а прям с настоящим лимоном. Мейера. Там прям кусочка лимона. Но это лимонное, по-моему, даже вкуснее твое, леховое. Странно, почему там разные рецепты. Здесь надо молоко добавлять, а там не надо. Может быть, поэтому это и вкуснее. Ммм. вот у меня тут еще чай зеленый. Друзья, но я вторую уже, наверное, не буду на видео записывать, потому что я думаю, она не менее вкусная, чем первая, поэтому ставьте лайки, кто собирается перекусить. Тому приятного аппетита. Пишите комменты и да благоволит к вам Господь. Пока-пока.